Окаменевшие раковины моллюсков, аммонитов и белемнитов, похожих на современных кальмаров, они родом из позднего мелового периода, это 65 миллионов лет назад. Ребята обнаружили эти находки в Саратовской области в меловых отложениях обрывистого берега реки и не смогли пройти мимо. Первый день, который мы ездили, мы были на берегу Волги и залезали на 70 метров над уренем моря. И постепенно отверху мы шли вниз, снимая слои породы. И вот на каком-то слое, я уже не помню, какой это был образец, наверное, 37-й, мы нашли аммонит. В экспедиции флотилий плавучих университетов из ТГТУ приняли участие педагоги, а также студенты-геологи, экологи и пиарщики. Неделю команда обитала в полевых условиях и занималась раскопками, результаты которых теперь будут храниться в университете. У меня в руках достаточно редкий экспонат. Это иголка древнего морского ежа. Ее студенты обнаружили на берегу Волги в начале июля. Экспонату более 67 миллионов лет. Каждый сегодня представил свой отчет о проделанной работе. Ребята остались очень довольны поездкой и уже потихоньку строят планы экспедиции на следующий год. Студенты останавливаются в разных местах по мере движения экспедиции и изучают те земли, те пласты пород, которые были образованы тысячи лет тому назад. В рамках экспедиции они, соответственно, изучают и берут образцы различных пород, которые очень важны в процессе изучения таких предметов, как геология. Ну а другая команда студентов университета сегодня отправилась еще южнее – в Крым. ТГТУ выбрал 45 лучших волонтеров, спортсменов, победителей Олимпиад и других активистов и устроил ребятам каникулы в Бахчисарайском районе полуострова. Ожидаются наши горячие танцы корпоративные, которые мы будем танцевать сами. Мы будем очень много, скорее всего, плавать, ходить на разные экскурсии, для того, чтобы понять, что там такого интересного в Крыму, узнать нашу родину. Тамбовский государственный технический университет едет в Крым! Тамбовчане будут отдыхать не одни. Вместе с ними в пансионате будут жить студенты из вузов Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа и Санкт-Петербурга. Так что скучать им точно не придется. Такую поездку университет устраивает уже в третий раз и планирует сделать ее ежегодной. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.